Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» на ЮАК Рым в студии Георгий Спасококовский. Новые дела, старые инструменты, обвинения в экстремизме и терроризме как инструмент преследования в оккупированном Крыму и России. Тема сегодняшней пресс-конференции правозащитников в Киеве, которая прошла в кризисном медиа-центре. Пытки, прессинг, похищения и шантажек – метод фабрикования уголовных дел. Сегодня об этом будем говорить с Алексеем Ладиным, российским правозащитником, адвокатом по делу Эмир Усиина Куку, Сулеймана Кадырова, Исмаила Рамазанова, Сервера Зекиряева. Приветствую! Добрый вечер! Ну, собственно, давайте начнем с Исмаила Рамазанова. Что ему вменяется и почему он находится в СИЗО? Значит, Исмаилу вменяется, я бы сказал, сакраментальная статья, 282-я статья Уголовного кодекса «Возбуждение вражды и ненависти в отношении группы лиц по национальному признаку». Если говорить о конкретике, то следствие полагает, что он посредством интернет-рации допустил высказывания, которые противоречат, так скажем, Уголовному кодексу и подпадают под эту статью. Кроме того, во время обыска были обнаружены, а проще сказать, были подкинуты 24 патрона калибра 9 мм. Это патроны от табельного оружия правоохранительных органов. Пистолет Макаров. Это уже 222-я статья. 222-я, да. Вы прямо поразительно разбираетесь. В Украине оно уже по-другому называется, тут еще по старой советской традиции. А ЗЕЛА, это еще и, насколько я помню, запрещено в России, да, вот этот интернет-сервис? Да, этот интернет-сервис заблокирован. Но на самом деле это не имеет принципиального значения. Как говорится, суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Ну, вы сейчас успокоили людей вот в ДНР, ЛНР, там ЗЕЛА очень активно пользуются. Так что, ну что ж, да. И, а почему, ну, патроны это одно, а вот в ЗЕЛА допустить какие-то там высказывания, да, но это тяжелая статья, то есть обязательно держать в СИЗО? Ну, статья, это относится к категории преступлений средней тяжести, максимальное наказание за которое предусматривает 5 лет лишения свободы. Если человек не рецидивист, ранее не отбывал наказание, ну, то есть не является каким-то социально опасным элементом, так скажем, как из моего Рамазана. Рецидивист, это если дважды подряд осужден за подобные преступления? Нет, я как бы пытаюсь говорить, так скажем, на понятном языке. Если он ранее не судим, уголовно не привлекался, Исмаил даже к административной ответственности не привлекался, то обычная практика правоохранительных органов – это избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде, ну, то есть не связанное с лишением свободы. Тем не менее, в отношении Исмаила Рамазанова сразу был избран арест, то есть заключение под стражу, и в настоящий момент эта мера ежемесячно продлялась, и в настоящий момент суд решил, что он будет содержаться под стражей 5 месяцев 23 дня. Единственная причина, по которой я полагаю, то есть мое мнение как защитника, Исмаил находится под стражей – это отягчающее, в кавычках, обстоятельство, то, что он крымский тотальный. А какие-то процессуальные действия проводятся в это время, или просто он находится под стражей? Что происходит? Они должны проводиться, потому что именно для этого, в общем-то… Для этого он как бы под стражей, да? Да, 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 и заключается человек-следственный изолятор для того, чтобы обеспечить возможность проведения следственных и процессуальных действий. Но, к сожалению, следователь на протяжении 5 месяцев ни одного следственного действия с ним не провел. Кроме того, что ему предъявили обвинение, и то обвинение предъявили защитником по назначению. Несмотря на то, что уже в дело вступил я, как защитник по соглашению. То есть было проведено только одно следственное действие, и то с нарушением закона. Я неоднократно говорил суде, прямо каждый раз, посмотрите, волокита, посмотрите, никто ничего не делает. Суд в решениях устанавливает, волокита не установлена, волокита не усмотрена. Соответственно, вполне логично дальнейшее поведение следователя, который продолжает ничего не делать. Ну, если суд не стимулирует, так скажем, в кавычках, его какими-то санкциями, частным постановлением, либо еще чем-то, а поощряет ничего не делание, то вполне логично, что так все и продолжается. А человек просто содержится в следственном изоляторе. Вот вы еще ведете дела нескольких крымских татар, сказали, что содержат, потому что он крымский татарин. Почему именно избрали крымских татар на такую роль ущемлять, сажать, фабриковать и так далее? Ну, если говорить объективно, то привлекает к уголовной ответственности не только крымских татар. То есть, на мой взгляд, водоразделом в данном случае служит лояльность, либо нелояльность к власти. Даже, ну, то есть, будем говорить, крымские татары, проукраинские настроенные активисты, пророссийские настроенные активисты, которые, так скажем, пытаются опубликовать, представить общественности факты коррупции. Ну, вот, кстати, вообще эпичным дело Валерия Большакова в Крыму, который к партии такой левой коммунистической Ротфронт относится, ему вменили разжигание как ненависти. Вражды и ненависти. Вражды и ненависти к кому? В отношении социальной группы терские казаки. Так. Он допустил... Какая интересная социальная группа. Да, у меня тоже... А социальная группа, они же, ну, вот они должны чем-то отличаться от другой социальной. Социальная группа донские казаки, от терских, или там... Это... От питерских. Да, это... Черт возьми. Это довольно сложный, так скажем, научный вопрос. Да, мы, наверное, не распоряемся. Да, да, по этим вещам... И что же, как же он обидел терских казаков? Ну, допустил... Может быть, грубое, может быть, не грубое. Это, по версии следствия, комментарий в сети ВКонтакте о том, что, по его мнению, появилась некая группа людей в Севастополе, которые называют себя терскими казаками. Ну, на самом деле, все было бы смешно, если бы не было так грустно. В общем, нехорошим словом их обозвал. Ну, отчасти, да. Ну, как бы литературно, но мы его тут, наверное, говорить не будем. Так. Ну, после того, как возбудили уголовное дело... Это вот именно из-за терских казаков за него взялись? Я полагаю, что терские казаки, это был всего лишь повод. Потому что Валерий Валерьевич Большаков, будучи политически активным человеком и гражданином, секретарем Севастопольского отделения партии Ротфронт, постоянно критиковал власть в средствах массовой информации, давал пресс-конференции в интернете, выходил на пикет с плакатом, критикующим власть, и выложил ролик в Ютуб, где он объяснял свою политическую позицию. Кстати, и этот плакат, и этот видеоролик стали еще двумя эпизодами в уголовном деле Валерия Большакова. Ну, что ж, тут вот сегодня крымскому филиалу КПРФ не разрешили провести митинг против российской пенсионной реформы. Они хотели 30-го числа провести, может и слава богу, то вышли бы там, наговорили бы себе. Уголовную ответственность не привлекли? Ну, вот не привлекли, уже хорошо, видите, сидите дома, например, главное ничего там, не постите ВКонтакте, и все будет хорошо. Кстати говоря, опять же, возвращаясь к Исмаилу Рамазанову, там даже были зафиксированы побои, насколько я знаю. Как это получилось? Это вообще достаточно тяжело каким-то образом зафиксировать побои у тех людей, которых там похищают, там где-то там прессуют несколько дней, вообще родные не знают, где человек находится. Я адвокатов тоже не допускаю. Дело в том, что Исмаила Рамазанова задержали дома во время проведения обыска. Ну, соответственно, родственники все знали, где он находится, и повезли в Следственный комитет. Со слов Исмаила, и это подтверждается объективными обстоятельствами, в микроавтобусе служебном ему нанесли телесные повреждения. Ну, то есть, попросту говоря, его избивали, выламывали ему пальцы, надевали на голову пакет и душили его, пытаясь добиться от него признательных показаний. Ну, то есть, та, что он действительно это делал, что он с целью разжигания вражды и ненависти, ну, то есть, пытались добиться показаний так, как это написано в статье Уголовного кодекса. Ничего не вышло. Кстати, следует сказать о силе духа Исмаила. Не каждый человек в такой ситуации сможет не только вытерпеть боль, но и дальнейшие перспективы это весьма неопределены. Он был допрошен в качестве подозреваемого с адвокатом по назначению. От дачи показаний он отказался, вину он не признал. После чего следователь направил его на судебно-медицинскую экспертизу. Это такая стандартная процедура, которая должна показать, что к нему никаких пыток не применяли. Так. Ну, и, как правило, эта процедура показывает, наверное, то, что нужно. Да. Насколько я знаю, сотрудники правоохранительных органов, когда привезли его в больницу, они пытались воздействовать на врача, чтобы она не зафиксировала повреждения. Тем не менее, к счастью, ну, я не знаю, можно ли употребить такое слово «к счастью», да? Да, уж. К счастью, да? Она зафиксировала эти повреждения. И от этого они в настоящий момент никуда уйти не могут. Хочу сказать, что после того, как у него провели судебно-медицинскую экспертизу и его повезли в суд, его продолжили сбивать. Да. И на момент избрания меры пресечения, когда я уже появился в зале суда, он был настолько избит, что он не мог даже вставать. Судья разрешила ему давать показания, сидя, ну, объективно. Человеку было очень больно. Однако отказалась, отказала мне в ходатайстве вызове скорой помощи. Ну, потому что, видимо, у судьи есть какие-то свои медицинские критерии, по которым она понимает. Ну, она же хочет быть судьей, если она будет слишком так вот своевольничать. Другую судью найдут. Вот этот факт, который был зафиксирован, может ли он как-то повлиять на исход дела? В настоящий момент из моего написано заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками правоохранительных органов. По данному заявлению было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако, после моей жалобы в суд, это постановление было отменено как преждевременное и необоснованное. О дальнейших результатах в настоящий момент нам неизвестно. Однако, полагаю, что тут будет некоторый юридический пинг-понг. То есть, они отказывают в возбуждении уголовного дела, мы обжалуем и отменяем этот отказ. Не так давно Исмаил был допрошен в качестве обвиняемого, где в том числе он еще раз подробно пояснил по... Кстати, я хотел сказать, следователь по делу сменился. Вот, собственно, и начались следственные действия. Наконец-то. Он был допрошен в качестве обвиняемого, где он подробно пояснил еще раз о том, каким образом ему подкинули патроны, что его избивали. Со слов следователя, ну, в общем-то, это правильное, законное решение, он выделит материал и направит для проведения процессуальной проверки по данному факту. Хочу дополнить, что Исмаил обладает некоторыми художественными талантами, и в ходе конфиденциального разговора с ним, мы с ним определились и договорились, он нарисовал одного из тех сотрудников, которые его избивали и пытали. Этот фоторобот приобщен к протоколу допроса в качестве обвиняемого. И мы попросили... Ну, это уже прогресс, в принципе. И мы попросили, ходатайствовали о проведении очной ставки и опознания, пока ответа следователя нет. Надеюсь, что ответ будет положительным. Вот еще такой момент. Исмаил Рамазанов 20 июня заявил, что является гражданином Украины и не признает выданный ему российский паспорт. Ну, и опять же, адвокат осужденного в России Олега Сенцова обнародовал документ, в котором российские власти называют режиссера из Крыма гражданином Украины. Служба исполнения наказания. Этот момент как-то может, опять же, как-то в плюс сыграть, да? В плюс вряд ли. Напротив, правоохранительные органы при обосновании продления сроков содержания под стражей приводят довод о том, что человек может скрыться от органов предварительного следствия и суда в связи с тем, что он имеет двойное гражданство. Что он имеет гражданство гражданина Украины и, по факту, гражданство Российской Федерации. Все доводы защиты о том, что это не были какими-то, как сказать, волевым актом, да? Таким образом на сегодняшний момент сложилась ситуация, вообще никем не воспринимается. Говорят, что он может пересечь границу Российской Федерации с Украиной. Каким образом он ее может пересечь? Вплавь через Лиман, да? То, что у него имеется паспорт, то есть следствие зачастую говорит, у такого-то, такого-то, в качестве у Исмаева Ромазанова, имеется паспорт гражданина Украины. Это при том, что они же сами в ходе обыска этот паспорт изъяли. Ну, допустим. Такой момент. Сенцов голодает, Балух голодает. Даже украинские моряки на задержанном возле Апука судне тоже объявили голодовку. Голодовка как инструмент, она может повлиять на так называемую правоохранительную систему или нет? На правоохранительную систему, наверное, вряд ли решение это принимается где-то в другом очередном месте. Ну, на какой-то результат по делу или вообще привести к какому-то... Ну, к позитивному результату, потому что, ну, дело, сложно вообще говорить, там, ну, с юридической точки зрения, да, может ли это повлиять. Наверное, нет. Вообще на исход дела. Знаете, прогнозы, конечно, дело неблагодарное, да, то есть это гадание на кофейной гуще. Но моя позиция однозначно заключается в том, что голодовка – это неправильная и неверная, неэффективная мера даже в рамках борьбы за свои права. Потому что я полагаю, что самое главное, что должны сделать ребята – это сохранить свое здоровье и свою жизнь, чтобы выжить. А в пыточных условиях следственного изолятора города Симферополя голодовка – это самый верный путь к тому, чтобы потерять здоровье. А может быть, и гораздо больше. Тем более, что зачастую идет предварительное следствие, зачастую идут суды, и надо активно формировать свою позицию и представлять, ну, активно защищаться. Ну, вот смотрите, в советские времена диссиденты, заключенные, ну, конечно, речь идет не о 30-х годах, там, голодай, не голодай, поголодать-то не успеешь, как попытали немножко и расстреляли. А уже в конец 70-х, 80-е годы, когда политзаключенные советские объявляли голодовку, об этом становилось каким-то образом известно на Западе, оттуда давили. То есть вот этот уже международный резонанс тоже, наверное, имеет как бы смысл. Вот в очередной раз спикер Госдепа США Хизер Науэрт призвала Россию прекратить кампанию против крымских татар и освободить всех, кто заключен в тюрьму за противодействие оккупации. И так далее, там, ну, европейские тоже чиновники призывают в таком ключе. Могу прокомментировать. То есть я защитник, я адвокат, да, и ставя на чашу весов, с одной стороны, международный резонанс, а с другой стороны, жизнь и здоровье своего клиента, я однозначно выберу жизнь и здоровье своего клиента. И я буду убеждать его всеми способами сохранить эту жизнь и здоровье. Вы в России работали тут же правозащитником, ну, в Тюмени, так понимаю, меньше таких дел было или, может, немножко другие были, очевидно, да, чем те, которые сейчас в Крыму. Ну, как люди при Украине привыкли высказываться. У нас можно вообще всех, и президента совершенно свободно, как бы, критиковать, и можно вообще разными словами. То есть, ну, пожалуйста, можно и на улице даже. Вот, как-то привыкли, вот, распоясались, что ли. Видите, как, в Тюмени, наверное, не так. Но, тем не менее, вот те тенденции, которые сейчас в Крыму, да, есть протестное движение и в России, ну, свое, не связанное с оккупацией Крыма, связанное с ситуацией в России, да. Что можно говорить сейчас о тенденциях, там, по прикручиванию гаек, они усиливаются, или они были такими же и раньше? Я практикую адвокатам уже 19 лет. Могу сказать, что в настоящий момент тенденции по экстремистскому, то есть, привлечению экстремистов, террористов год от года усиливаются. Ну, то есть, я могу привести довольно простой пример. Были созданы по всей России центры по борьбе с экстремизмом. В момент их создания экстремистских дел практически не было. Но, если есть центры, то должны быть и экстремисты. Соответственно, люди отрабатывают свои должности и занимаются тем, чем, по их мнению, они должны заниматься. Поэтому у нас появляются экстремисты и террористы. На самом деле, вы очень правильно анонсировали наш разговор. Это удобный инструмент для достижения каких-то своих целей правоохранительным органам. То есть, как-то заставить человека замолчать. Пример могу привести дело Сулеймана Кадырова, который был осужден по уголовной статье за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Причем там, на самом деле, юридический коллапс. В отдельно взятом регионе? Ну да, к нарушению целостности Российской Федерации. Ну, то есть, Российская Федерация, на самом деле, у нас это без регионов. А свержения конституционного строя там не было у него еще? Это Эмиру Синкуку. И он был осужден за призывы в отсутствии призывов. Можно сказать, слава богу, да, наказание не связанное с лишением свободы. Условный срок. Однако, дополнительное наказание – запрет на публичную деятельность, запятая, в том числе в телекоммуникационной сети интернет. То есть, по моему мнению, однозначно, вот так называемая… Красной переписки, если, например, в мессенджере кому-то написал, это тоже может трактоваться. Ну вот, евпаторийский активист Каракашев, которому сейчас тоже там какая-то чудовищная статья, он вообще там какой-то страшный террорист, он выступал… Пропаганда терроризма. Пропаганда терроризма. Ну вот, дожился. Сначала выступал против каких-то там застройщиков, там что-то еще. Да, да. Смена земли, там смена категории земельных участков, ну, являл… Целевого назначения, наверное. Да, да. Продавать, отчуждать. Да, он антифашист, анархист, там какие-то определенные специфические взгляды, но тем не менее, это его… Это право каждого людей, ну, то есть, каждого человека. Он его привлекает за… То есть, по версии следствия, во-первых, за комментарии в закрытой группе ВКонтакте и за сообщение, за личные сообщения. По версии следствия он переслал это сообщение с требованием распространить вот то самое сакраментальное видео по сети интернет, что довольно, как бы, глуповато звучит. Ну, в общем, я так понимаю, что лучше помалкивать тихонечко, да? Ну, в общем-то, это, мне кажется, это и есть та самая цель… Чего и добиваются. Да, которая пытается добиться, да? Ну, что же, на каждое действие всегда есть противодействие. Маятник истории, он качается туда-сюда, посмотрим, до чего докачаемся. В студии работал Георгий Спасокуходский. В гостях у нас был Алексей Оладин, российский правозащитник, адвокат. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ВКонтакте в Фейсбуке. Всего доброго, не попадайтесь. Субтитры подогнал «Симон»